всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы вам показать одну интересную функцию в плагине мелодайн я сам очень часто пользуюсь этим плагином и постоянно использую эту его скажем так скрытую возможность о которой как оказалось не знают даже люди которые уже многие годы годы работают с этим плагином ну сейчас обо всем по порядку я покажу все это на примере такой небольшой отрывка из композиции здесь у нас есть два основных вокала и 2 бэка которые поют слева и справа на октаву ниже давайте послушаем без какой-либо обработки исходный материал как он сейчас звучит и теперь послушаем как это звучит после обработки в чем же что же собственно я сделал сейчас я включу как видите здесь мы установлены мелодайны на эти дорожки сейчас я включу и послушаем уже с обработкой я уже все все обработку выполнил давайте послушаем как это звучит теперь ну помимо того что стало чуть-чуть почище по нотам так как их там чуть-чуть подровнял особенность того что это всем показать не только в этом заключается а в том что теперь у меня все выровнено также по артикуляции что очень важно то есть артикуляция именно вокалиста как он входит в ноты как он выходит из ноты то есть это очень важно очень многие на это не обращать внимание то есть фокусируются только на ноте чтобы там правильно но то было исполнено и все но очень важно вход в ноту очень важно длительность вибрато и все эти прочие моменты и как правило даже для самых очень хорошо поющих музыкантов и вокалистов эта проблема актуальна потому что но люди не роботы и ну него нет возможности прям идеально исполнить вибрато в двух дублях а когда мы работаем вот с такими композициями где бывает одновременно может быть не как здесь 4 а 8 даже дорожек звучать а то и 12 разными голосами то сами понимаете даже самый профессиональный вокалист или бэк вокалист никогда не сможет спеть 12 дублей абсолютно идентично но проблема в том что если оставить все как есть то иногда запись становится становится такой немножко грязный красот из этих вибрато из-за неровных въездов и тому подобного вот собственно давайте обратим внимание на вот эти ноты которые у нас здесь на второй фразе послушайте как входит в ноту без обработки сейчас сразу отключу обработку без обработки вот эти верхние голоса и потом послушаем как они входят в нижнем на нижнем голосе то есть мы слышим что достаточно быстро входит в эту ноту там там так достаточно быстро а теперь дать послушаем что у нас происходит в нижнем голосе напомню что он поет на октаву ниже то есть между ними ровно октава по нотам если вы заметите то слышно что-то эта ступенька лесенка между начальной ноты и той ноты в которую входит вокал здесь заметно для длиннее то есть раз в два точно длиннее чем она была в верхнем голосе соответственно в эти миллисекунды будет звучать грязь потому что у нас верхний голос уже вошел в ноту а нижний еще только входят и вот эти все глисанда они совместно звучат ну достаточно грязно зачастую так вот в чем же эта функция дополнительная сейчас я включу мелодайн и интересный момент в том что мелодайн теперь у нас скажем так сканирует наличие других мелодайнов на других дорожках то есть все вот эти мелодайны они друг с другом взаимосвязаны давайте открою мелодайн который установлен здесь на первую дорожку основного вокала припевного и вот здесь слева по умолчанию это параметр закрыт у нас есть такое меню в котором показаны как раз таки все другие мелодайны которые у нас есть в проекте черной точкой указано то что у нас то на каком треке мы открыли мелодайн то есть вот это вот окно плагина на каком мы открыли то есть данном случае вот это л бокс корр из вот соответственно я могу здесь что делать я могу быстро прямо через это окно переключаться между разными мелодайнами то есть посмотреть что происходит в этой партии на другой дорожке то есть например я сейчас отюнил например вот этот корус и мне нужно оттюнить другой корус под этот корр из то есть я могу переключиться посмотреть но самое интересное в том что я могу включать так называемый референс то есть вот это серым у нас будет показываться референс того что я тюню то есть я могу включить например корус дабл и тут нас серым будет показано как он выглядит то есть здесь видно например что за ноту чуть громче в дабле потому что у нее амплитуда выше видно что она выходит за границы по времени уже сразу скажу я здесь все выровнял то есть здесь как бы картинка достаточно четкая плюс-минус опять же не призываю вас один в один прям как-то супер роботизировано все это выравнивать потому что могут потеряться смысл вообще байков потому что в бэках именно задача сделать такую плотную пачку а если все прямо супер идеально до миллиметра выравнивать то это плотная пачка может превратиться такой некий хорус эффект который ну недостаточен когда вы записываете именно живые бэки но какие-то входы в ноту какие-то окончания особенно всякие шипящие звуки типа с ст всякие такие вот заканчивание фраз я настоятельно рекомендую проверять потому что когда у вас в 12 дорожках в разное время заканчивает например какой-нибудь там слова заканчивайся на звук с у вас просто будет в конце этой фразы будет прям такой конец и это звучит нам мягко скажем не очень хорошо кстати я это неоднократно слышу и даже на профессиональных записях треков известных артистов которые там получают грэмми и даже там такое встречается что меня неоднократно удивляло что как-то этот момент оставили на самотек вот я же лично всегда сам это исправляю и призываю всех своих коллег и учеников тоже это исправлять потому что но это правда немножко вредит восприятию поэтому давайте послушаем что у нас теперь здесь есть то есть что я сделал возьмем такие нижние бэки сейчас я переключился на обзор именно нижний угол сон у меня здесь внизу и что я сделал я просто с помощью time tool time tool просто увеличил вот эту ноту в которую входит то есть изначально у меня было что-то вот такого рода то есть когда у меня более ступенька была такая длинная а потом ориентируясь на вот тот вокал то есть я включил как reference основной верхней посмотрел как входят на уши можно масштаб изменить то есть я просто переключаясь между ними я вижу кривую что здесь но то входит гораздо быстрее и переключаясь обратно я примерно так на глаз и конечно же на слух я подбираю вот эту длину и с помощью time tool вот эту ноту чуть растягиваю time tool в мелодайн работает очень удобно то есть он не затрагивает соседние ноты он работает только между двумя конкретными нотами между которыми вы производите изменения то есть это очень удобно я при всей моей любви к лоджику я все-таки предпочитаю использовать мелодайн для этих целей не flex режим и не flex pitch ну по той простой причине что flex pitch пока к сожалению по качеству не совсем дотягивать до того что может мелодайн поэтому я пользуюсь им и советую тоже всем им пользоваться очень хороший плагин с отличными возможностями и главное что он не портит звук не делает его слишком роботизированным и в нем минимум артефактов вот собственно что у меня получилось то есть я такую же операцию сделал здесь кстати когда вы работаете уже с одинаковыми партиями например одна которая влево идет другая вправо можно просто делать reference по этой партии то есть отключить основную партию здесь прям наглядно видно что они прям начинается в одном в одно время тут можно вот такими штуками дыхание смотреть когда она заканчивается берется и как вы видите здесь я примерно все ну конечно же ориентируясь в первую очередь на слух я здесь все выровнял то есть у меня здесь все входы в ноты все завершения все вибрато они в принципе уровень то есть можно переключаться вот здесь и смотреть ну вот единственная вижу что вот эта нота она в этом голосе чуть тише чем в этом то есть видно что она более толстая здесь скажем так здесь он более тонкой то есть принципе могу выбрать amplitude amplitude и ее сделать чуть потолще чтобы их выровнять по громкости то есть то же самое можно переделать с этими нотами то есть очень много возможностей советую советую эту функцию использовать потому что она очень облегчает жизнь если вы работаете с многоголосыми партиями или вы работаете с большим количеством даблов особенно если это какие-то прям такие артикуляционные партии где очень много согласных очень много каких-то вибрато очень много дыхание входов я советую на это обращать внимание и ну включить такой некий перфекционизм и все это не бросать на самотек а все-таки выровнять чтобы на записи все это звучало максимально чисто максимально четко и ровно и также конечно как вы видите здесь есть сетка то есть если что можно что-то по темпу всегда подвинуть если вокалист где-то взял в каком-то дубле чуть раньше чем в других всегда можно взять и по сетке посмотреть и с помощью time tool это сдвинуть вот такое видео надеюсь тут все понятно попробуйте обязательно это на своих работах чтобы закрепить на практике и я уверен что вы отныне будете постоянно пользоваться этой функцией что с вами был дмитрий урцул увидимся с вами следующих видео всем пока